Ну и сейчас я думаю, что звук должен быть в порядке. Отлично, да, вижу, что плюсики пошли. Рад вас всех приветствовать на нашем еженедельном вебинаре, который проходит, как всегда, по понедельникам в 19.30. Вебинар, на котором мы рассматриваем рынок с перспективой на неделю. Я отвечаю на ваши вопросы и, в принципе, ищем интересные ситуации для реализации на рынке по ключевым инструментам. Перед началом, как всегда, предупреждение о рисках. Важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. И все то, что мы разбираем на этом вебинаре или на всех других вебинарах, не может являться прямой рекомендацией к действию. Фактически на этих вебинарах мы делимся с вами своими наработками, своим опытом. Но всегда важно понимать, что каждая торговая система, которую вы рассматриваете, которую вы можете применять, это еще имеет особенность для каждого трейдера. То есть я, в принципе, за 7 лет работы на финансовых рынках не встречал двух трейдеров, у которых одна и та же торговая система. То есть определенный элемент из нее вы можете для себя подчеркнуть. Это всегда важно. И представлюсь для тех, кто на этом вебинаре присутствует впервые. Меня зовут Исаков Роман, я являюсь региональным менеджером компании Neuromarkets, работаю в такими регионами, как Россия, Украина, страны СНГ. И, собственно, если у вас возникнут вопросы, вам потребуется помощь в каких-то моментах решения по открытию вашего счета, либо в целом по работе компании, вы всегда ко мне также можете обратиться. Ну и прежде чем мы начнем, я хотел бы узнать, кто у нас сегодня присутствует впервые. Как всегда, по традиции поставьте цифру 1, кто присутствует на этом вебинаре первый раз. И я немного расскажу о регламенте, о том, как у нас будет проходить наша встреча и таких несколько вводных моментов для тех, кто пришел впервые. Поставьте цифру 1 в чат. Если вы только начали пользоваться системой webinar.ru, это та платформа, с которой мы проводим данный вебинар, в правом нижнем углу есть кнопка «Пишите здесь», поставьте цифру 1, нажмите «Enter» и я увижу ваше сообщение. Там нет кнопки «Отправить», а есть просто поле, где написано «Пишите здесь». Поэтому просигнализируйте те, кто пришел впервые. И я расскажу несколько более подробно о том, как будет строиться работа. Возможно, не все еще подошли к экранам, возможно, кто-то слушает. Как правило, вебинар слушается не за компьютером, но есть активные участники, за что всем большое спасибо. Я думаю, что этот сигнал мы увидим чуть позже от тех, кто присоединится или чуть позже подойдет к своим экранам. А пока я хотел бы начать с того, что... Во-первых, данный вебинар проводится компанией Adneral Markets. В компании Adneral Markets я работаю уже порядка пяти лет. Этим летом как раз будет пять лет. И я хотел бы рассказать несколько слов уже по традиции. Мы будем это вводить в наших вебинарах. О непосредственно самой компании, о компании Adneral Markets. Также я готов ответить на те вопросы, которые появляются. Один из важных моментов – это то, что компания Adneral Markets имеет лицензию FCA. То есть FCA – это регулятор Великобритании, который является практически одним из самых жестких для компании, а соответственно самых надежных для трейдеров. Любые вопросы, которые у вас возникают, вы всегда можете писать нам в компании, и мы обязаны, безусловно, на каждый вопрос ответить и удовлетворить любой запрос наших клиентов. То есть это все проверяется, мы проходим аудит, и регулятор этого от нас, безусловно, требует. Но вот одним из плюсов лицензирования, именно лицензии FCA, то, что средства клиентов застрахованы на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов. То есть на тот случай, если компания в какой-то момент не сможет отвечать по своим обязательствам, то из специального фонда вам будут выплачены средства на сумму до 50 тысяч фунтов стерлингов. В некоторых странах, в России, например, на Украине, достаточно большое количество было компаний, которые ввели свою деятельность не совсем корректно. И многие трейдеры не могли сделать свои выводы, когда компания, например, объявляла о том, что не сможет произвести вывод. Вот регулятор это то, что вас может от этого момента оградить. Ну и помимо таких финансовых важных вещей, потому что важно не только выработать для себя торговую систему, торговый план, но и выбрать качественного партнера для работы, в котором до вас может стать Admiral Markets компания. Помимо этого у нас есть торговая платформа MetaTrader 4 Supreme Edition, функции которой мы разбираем на всех практически наших вебинарах, которые позволяют дополнить стандартный MetaTrader огромным количеством функций, такими как расчет риска, к примеру, дополнительное управление ордерами, можно интегрировать RSS новости прямо в MetaTrader, большое количество функций. Я дам в конце вебинара ссылку, чтобы вы смогли посмотреть, почитать более подробно о данном приложении. То есть она фактически улучшает вашу существующую платформу MetaTrader 4. Настройки защиты от волатильности. Это такой вопрос, который я очень часто слышу от коллег, кто напрямую взаимодействует с клиентами компании. То, что очень часто возникает вопрос о проскальзывании, о том, что спред расширяется, сделка открывается в конце свечей. То есть так ли у вас? Это так, например, в Admiral Markets. Это абсолютно рыночная ситуация. Это так или иначе будет, но определенный риск от волатильности можно минимизировать. Для этого нашими специалистами была внедрена функция, которая называется настройки защиты от волатильности, совместно с компанией MT Solutions. Достаточно известный человек Дмитрий Райнев, который разрабатывал данную платформу. И, собственно, с его помощью мы внедрили ее также в Admiral Markets. То есть фактически при вашей торговой стратегии, при определенных условиях вы можете уменьшить риск проскальзывания. То есть можно исключить, к примеру, если возможность открыть ваш ордер есть, но цена далека от той, которую вы хотели, то этот ордер можно, к примеру, отменить. То есть если для вас наиболее важным фактором является цена, а не исполнение ордера. Также на нашем YouTube-канале вы можете посмотреть подробное видео, как это работает и как это можно применять. Ну и один из моментов, который характеризует компания Admiral Markets, то что по четвертому кварталу 2016 года компания Admiral Markets занимала на тот момент 15 место по общему торговому объему среди Forex и CFD брокеров. То есть 15 место в общем мировом рейтинге по объемам. Сейчас эти поделки уже сместились. Мы ждем официальной информации для того, чтобы мы также могли это анонсировать и для вас, рассказать это непосредственно вам. Ну а в рамках данного вебинара то, что мы с вами разбираем, смотрим рынок, я отвечу на ваши вопросы. И вот как раз с одного из вопросов мне хотелось бы начать. Вопрос был прислан мне на почту. Также моя почта будет дана всем участникам. Я с удовольствием получаю эти вопросы, с удовольствием на них отвечаю, потому что когда у нас идет обсуждение в диалоге, когда мы рассматриваем какую-то определенную ситуацию, истина находится гораздо проще. Даже если у нас появляется один вопрос, и мы уделяем этому существенную часть от нашего вебинара, то понимание приходит гораздо лучше, нежели когда я рассказываю уже с точки зрения своего видения, своей ситуации, потому что многие вещи для меня могут быть уже очевидны. Формат данного вебинара я провожу уже более года, и фактически на какие-то вещи могу просто забывать обращать внимание. Поэтому ваши вопросы помогают мне действительно акцентировать на важных моментах, которые важны в первую очередь для вас. Ну и, собственно, мы это и делаем на наших вебинарах. Соответственно, начать мне хотелось бы с вопроса. Вопрос был по двум валютным парам, и один из них это пара канадский доллар и японская иена, кросс-курс. Кросс-курс мы не всегда рассматриваем, только по таким запросам, которые появляются. И, собственно, вопрос заключался в том, сейчас я одну минуту открою данный вопрос, еще раз его просмотрю. В рамках того скриншота, который сейчас находится перед вами, мы перейдем сейчас в метатрейдер, более подробно посмотрим, но пока ориентируясь на тот скриншот, который у нас появился. Фактически у нас по паре канадский доллар и японская иена, как я уже сказал, кросс-курс, пара становилась в диапазоне, то есть который обозначен красной линией и синей линией. То есть у нас фактически уже больше недели там идет боковик. Мы сейчас перейдем на график и посмотрим основное направление, то есть сопоставим все основные тренды, которые есть по этой паре. Но сейчас акцент именно по данной картинке, на что здесь важно обратить внимание. Боковик. Если у нас по данной паре основной тренд остается восходящий, то есть если у нас на старшем таймфрейме тенденция идет на укрепление, то есть тренд идет вверх, то и соответственно в данном случае основными как раз элементами для присоединения будет ситуация на покупку. То есть мы остановились у какого-то уровня в данной области и пара пока его не может преодолеть. Но основная тенденция остается на укрепление. Поэтому здесь в данном случае будут наиболее интересные покупки. Опять же покупки от уровня, который у нас обозначен синим цветом. Ну и соответственно за данный уровень мы убираем стоплост. Берем минимальное значение, которое было за эти торговые сессии в данном случае. Это вот здесь этот день. Мы его сейчас найдем на графике. И практически если говорить о покупках в сторону основного тренда, то стоплост наиболее целесообразно убирать именно за этот уровень. Потому что пока мы торгуемся в боковике, наиболее вероятный сценарий того, что цена продолжит свое движение в этом боковике. А тренд, то есть что является основным на рынке, уже нам подсказывает основное продолжение движения. Соответственно, если тренд восходящий, мы сейчас это посмотрим, то фактически покупки от поддержки в данном случае будут иметь приоритет. Чем, к примеру, продакт. Если тренд, как я уже сказал, остается восходящий. Сейчас я запущу метатрейдер. Там также был вопрос по паре новозеландский доллар, американский доллар. Посмотрим по австралиец-швейцарский франк. Что у нас происходит? Как раз те пары, по которым были вопросы ранее получены. И если какие-то вопросы у вас возникнут по данной ситуации, сразу же пишите. Мы их разберем. А дальше уже перейдем к разбору основных валютных пар. И посмотрим основные тренды, основные тенденции, которые можно определить на текущую неделю. Сразу же скажу, для тех, кто присутствует впервые, не всегда те тенденции, которые мы сможем сегодня найти, смогут продержаться неделю. Поэтому я специально для вас на каждый день, каждое утро записываю обзор, на котором говорю о корректировках, о возможных корректировках, которые могут быть на текущий день. То есть на те вещи, на которые важно обратить внимание. Вот сейчас приложу в чат ссылку, поэтому подписывайтесь, чтобы всегда получать обновление и знать о выходе данных видеозаписей. Сейчас запускаю демонстрацию экрана. Вот сейчас перед вами должен быть виден мета-трейдер. Поставьте, пожалуйста, плюс, если так и произошло, если вы это видите. Позвольте, пожалуйста, плюсик. Отлично, плюсик есть. Давайте сейчас найдем в спецификациях данную пару и, соответственно, посмотрим, что у нас происходит на старших таймфреймах пара. Как я уже сказал, канадский доллар, японская иена. Открываем ее график. И что наиболее важно всегда, с чего мы начинаем, это определение основного тренда. То есть основной тенденции, куда сейчас идет цена. Как правило, данный тренд можно определить на дневном таймфрейме. Давайте с него мы начнем и увидим. Посмотрим недельный таймфрейм. А вот здесь по недельному таймфрейму есть очень интересный момент. Давайте также посмотрим и месячный, чтобы быть в курсе полностью данной валютной пары. Я сразу же скажу, что я эту валютную пару рассмотрю крайне редко. Перед вебинаром у меня не было возможности ее посмотреть, поэтому я сейчас вместе с вами ее разбираю. Я думаю, что так будет максимально понятно и максимально эффективно. На что бы я здесь обратил внимание. Но если мы начинаем с месячного таймфрейма, я понимаю, что туда мы будем смотреть крайне редко, но тем не менее знать, что у нас происходит по данной паре всегда важно. То есть нижний порог, нижний уровень, который мы можем обозначить по данной паре, находится в области 69-35. Ближайший минимум, который был, это 1999 год. Затем к ним подходили в 2008 году, 2008-2009, и в конце 2016, не так давно. То есть фактически мы видим на текущий момент движение от уровня поддержки. То есть в рамках месячного таймфрейма я бы сказал так, что на текущий момент у нас идет такое боковое движение, идем от уровня поддержки до уровня сопротивления. Ближайшая цель, которую мы можем обозначить по движению месячному, находится на расстоянии фактически до 900 пунктов от текущей цены. То есть цель в области 98. Переходим на недельный таймфрейм. Вот на недельном таймфрейме очень интересная ситуация, которая у нас появилась, которая как раз может объяснить, почему сейчас у нас появился тот боковик, который фактически вот один из наших слушателей отметил на часовом таймфрейме. И, к примеру, на дневном вряд ли это будет заметно. Вот обратите внимание, пара канадский доллар и японская иена подошла к уровню сопротивления, которого была в декабре 2016 года и в апреле 2016 года. То есть сейчас она пытается преодолеть данный уровень и очень часто, когда цена подходит к какому-то значимому уровню, она не может пройти его сразу. То есть либо мы уходим в коррекцию, либо начинается боковое движение, но основной тренд, он имеет главенствующую роль. Поэтому на текущий момент основная цель вот именно по движению, то есть чтобы мы увидели следующий импульс в область 97, где у нас большая зеленая линия обозначена, то в первую очередь по паре нужно закрепиться, то есть преодолеть вот данную отметку. Может быть здесь два способа, то есть мы можем скорректироваться, к примеру, в область 83,60, то есть это порядка 500 пунктов, но основной уровень для отмены данного восходящего сценария в рамках дневного таймфрейма у нас находится на локальных минимумах, которые мы видели в мае, апрель-май, апрель-май этого года. Давайте его обозначим красным цветом. Красным мы как раз обозначаем уровни отмены, отмены сценария, а зеленым это цель, куда пара и движется. Соответственно, фактически, даже если мы увидим коррекцию на 400, на 500 пунктов, но пара останется выше данного уровня, то основное направление я бы здесь оставлял именно восходящим. Здесь можно также провести аналогию с фигурой голова-плечи. Вот мы видим плечо, голова, второе плечо и фактически пробитие уровня линии шеи, где у нас есть зеленая линия. То есть, я думаю, что кто изучал данные фигуры, такая аналогия будет просто более понятна для того, чтобы разобрать эту ситуацию. И преодоление данного уровня, открывая дорогу на движение порядка 1300 пунктов, то есть от нижнего уровня до линии шеи. То есть вот данный диапазон. Фактически это та же самая цель по движению, где мы обозначили зеленым цветом. То есть после закрепления этого уровня вероятность движения в зеленую зону будет гораздо сильна. Но сейчас нам нужно уже определиться, то есть что же сейчас происходит в данный момент. Переходим далее на дневной таймфрейм. То есть опять же мы видим следующий импульс, который насначился именно восходящий. в тот момент, когда мы в начале мая увидели пробой данного уровня, то есть завершение вот этой коррекции, которая была от уровня, начиная с конца 16 года до мая. То есть практически на протяжении 5 месяцев пара корректировалась порядка 700 пунктов. И в данном случае это будет коррекция, но для более старшего таймфрейма. Соответственно, вот уже после обновления данного максимума начался следующий импульс. Сейчас мы находимся на целевой отметке, на целевом уровне. Всегда крайне страшно, порой действительно опасно покупать по самым максимальным ценам. На мой взгляд, в данном случае была бы идеальная ситуация, в том случае, если мы видим действительно коррекцию, которая может пройти несколько недель, несколько месяцев, а затем уже входим вновь на покупку лета. То есть вот от данных уровней с ближайшей целью на движение в область 88. То есть, безусловно, это наиболее интересно. Но мы сейчас рассматриваем текущую ситуацию, чтобы понять, что сейчас происходит на рынке. Соответственно, для этого нам нужно, опять же, перейти уже на более мелкие таймфреймы. Четырехчасовой здесь не столь информативен, то есть мы также видим продолжение тренда. Каждый локальный минимум идет выше предыдущего, и тенденция остается на укрепление. И, собственно, в рамках уже часового таймфрейма мы... Сейчас я вот данную линию немножко скорректирую, чтобы она нам не загромождала обзор. Я вот сейчас немножко подвину, сделаю чуть-чуть поменьше. И посмотрим, как у нас это будет на часовом таймфрейме выглядеть. Соответственно, вот я абсолютно согласен с тем, что был обозначен тот уровень, который обозначен горизонтальными линиями. Это верхняя граница. Давайте ее обозначим синим цветом. И граница нижняя, которую мы можем обозначить цветом красным. То есть, фактически, здесь мы получаем ситуацию того, что цена находится в боковике. То есть, так как у нас на текущий момент мы можем оставлять приоритет именно тренду восходящему, то есть, так как он и есть таковой, то есть, цена штурмует отметку 88.70, и пытаются ее преодолеть для того, чтобы идти дальше на 89 и на 90. Но, как я уже сказал, крайне опасно в данном случае всегда покупать по самой максимальной цене, потому что мы не знаем, будет ли этот импульс сразу, или цена все-таки уйдет в коррекцию. Соответственно, вот в таких случаях, в таких ситуациях, с точки зрения риск-менеджмента, я всегда рекомендую рассматривать данную позицию. То есть, безусловно, это может быть интересная позиция, но с точки зрения риск-менеджмента важно уменьшить объем. То есть, если для вас в стандартной ситуации, к примеру, по данным уровням можно было входить с риском 1%, то есть, с вашим стандартным риском, то есть, у всех он разный, у кого-то 1%, у кого-то 5%, то есть, максимальный риск использовать. Потому что запас хода достаточно интересный, мы идем к уровню сопротивления, и, в принципе, эта сделка выглядит очень интересно. Но в данном случае мы находимся у максимальных значений. Пара, во-первых, не может преодолеть ни локальный максимум, то есть, мы видим, что мы подошли сюда 12 июля, обновили локальный максимум, и дальше ни одна попытка не влечалась с успехом. То есть, вот стоим в таком боковике. Пробовать открывать позиции на покупку здесь можно, безусловно, но, как я уже сказал, то есть, ближайший уровень размещения на стоп-лосс, он может находиться в рамках минимальных значений. И вот этот скриншот был прислан мне чуть раньше, то есть, фактически, вот той свечи, которая у нас есть на 13 часах, мы еще не видели. То есть, вполне разумно здесь было открывать позиции на покупку, но со стоп-лоссом за ближайшим минимумом, который был здесь. То есть, фактически, это то значение, которое у нас есть за последнюю неделю. И, как мы сейчас видим, в рамках текущего присоединения, данный стоп-лосс мог сработать. Сейчас посмотрим, сколько ценного уходило. Порядка 77 пунктов. Средний спред по паре в Канан составляет порядка 35 пунктов. Ну, как правило, еще один момент, за какой уровень важно убирать стоп-лосс, к примеру, то есть, насколько далеко убрать от уровня. Как правило, используется такое среднее значение, то есть, убирать стоп-лосс за минимальное значение на расстоянии двойного-тройного спреда. То есть, фактически, здесь спред был бы порядка, ну, вот этот уровень 10 пунктов от текущей цены. То есть, вероятность того, что взялка могла закрыться, она достаточно высока. То есть, это как раз то, о чем я говорил, покупать по самым максимальным ценам. То есть, это не является каким-то общепризнанным методом. Но, как правило, если цена закрепляется до высшего этого уровня, они просто прокалывают, а потом возвращаются обратно, то эта неделя действительно продолжается вниз. А вот для того, чтобы исключить вот такие хвосты, которые могут как раз повлиять на нашу позицию, то есть, то, что сделка сработает, применяйте такое среднее правило, то есть, убирать стоп-лосс за двойной-тройной спред. По канаде с йеном он достаточно большой, то есть, так как это кросс-курс. И, в принципе, для всех кросс-курсов это характерно. 35 пунктов сейчас мы видим. Поэтому здесь 10-11 пунктов, ну, 100-110, да, если по пятому знаку, то тут его было бы убирать целесообразно. Соответственно, что здесь в рамках уже вот того диапазона, который у нас обозначен, мы можем увидеть? Во-первых, что нам может подтвердить настрой на продолжение движения? То есть, если мы не хотим входить просто от уровня. Я не всегда люблю такие моменты, и мне больше нравится, когда появляется какое-то подтверждение. В данном случае это подтверждение может быть тогда, когда цена обновит локальный максимум, то есть, максимальное значение, которое у нас были зафиксированы непосредственно в пятницу, на прошлой торговой сессии. То есть, почему мы смотрим целый день? Потому что там представлены все 4 основные торговые сессии, то есть, европейская, американская, азиатская, тихоокеанская. И вот эта ситуация уже может показать настрой покупателя. Если мы видим такую ситуацию, когда цена, ну вот у нас был день, 18 июля, то есть, был локальный максимум, был локальный минимум. На следующий день цена ни вверх, ни вниз не ушла. То есть, фактически не определено на рынке, то есть, кто возьмет вверх, то есть, кто главенство. То есть, фактически идет борьба продавцов с покупателем. То есть, там могут проходить большие объемы, но продают примерно столько же, сколько покупают. Поэтому мы не видим каких-то серьезных движений. А дальше уже начинаются попытки как раз вот этого захода. На следующий день мы уходим вверх, и практически вот отсюда мы также можем получать сигналы на вход, на присоединение. Ну, со стоп-лоссом опять же за локальный минимум, который у нас были. Поэтому одним из ситуаций, которые здесь можно рассматривать, это, во-первых, та ситуация, при которой канале цена закрепляется выше максимальных значений, которые были в пятницу, это область 88-90, и тогда опять же с коррекцией, со стоп-лоссом за локальный минимум, который уже в данном случае будет здесь, можно также рассматривать ситуацию на покупку. Ну, фактически, если мы увидим импульс такой, дальше в следующем цена скорректируется, и вот уже по тем ценам, которые нам будут доступны, мы сможем либо войти по рынку, либо поставить отложенный ордер, стоп-лосс в данном случае убираем за локальный минимум. Чем эти сделки не столь интересны? Тем, что, как я уже говорил, мы покупаем по самым максимальным значениям. Поэтому с точки зрения риск-менеджмента, здесь имеет смысл уменьшать риск по входу в данную позицию, потому что вероятность коррекции, она все-таки здесь остается, и важно об этом помнить. По канаде цена, да, если какие-то вопросы тоже будут, пожалуйста, напишите в чат, с пометкой, к примеру, канаде цена, то есть вопрос, который появился, я на него обязательно отвечу. И у нас было несколько валютных пар, которые мы рассматривали, такие пары, как, примерно, новозеландский доллар, американский доллар, фактически на прошлой неделе мы как раз рассматривали эту ситуацию, начало коррекции в сторону, опять же, нисходящего тренда. То есть, какой был основной момент, да, то есть, вот, практически та же самая ситуация, которая у нас была, есть сейчас по канаде с иенем. Тенденция, которую мы видим, к примеру, на дневном таймфрейме, она идет нисходящая, да, то есть, нисходящая, она остается до тех пор, для этого таймфрейма, пока пара торгуется ниже уровня 73-73, то есть, от этого уровня искать продажу было вполне, на мой взгляд, разумно, потому что диапазон хода достаточно большой и тенденция с большей вероятностью сохранится, чем поменяется. Но, соответственно, рынок внес свои коррективы, это вполне нормально, мы видели сигнал, который был 18 июля, а вебинар у нас был 17 июля, то есть, фактически, та ситуация, которую мы рассматривали, ну, вот, что может вас насторожить, да, в первую очередь, когда вы видите такой паттерн, когда, ну, вот, у нас был уровень, да, 17 число, то есть, мы отмечали, вот остались те разметки, которые были, что, собственно, если пара уходит ниже данного значения, мы видим закрепление, вот, фактически, эти две свечи, то тогда вероятность начала коррекции, ну, и, собственно, ситуации на вход по этой сделке, они будут, их можно уже рассматривать, да, для продажи. Соответственно, здесь можно было входить от данного уровня со стоп-лоссом за предыдущий максимум. Но, фактически, уже отмена этого сценария произошла к концу того дня, где и появился этот сигнал. То есть, если вы видите, что сначала одной свечей цена уходит вниз, да, а затем уходит наверх, то есть, в большинстве случаев тенденция продолжится в ту сторону, по каким значениям закрывается день. То есть, если мы закрылись выше открытия, то основная тенденция продолжится на укрепление, что, собственно, мы и видели. Но, опять же, в тот момент, когда мы открываем сделку, мы этого не знаем, да, мы выбираем, в принципе, трейдинг – это выбор наиболее вероятность ситуации, исходя из вашей торговой системы. В данном случае ситуация на коррекцию, она была, мы ее могли рассматривать, да, безусловно, но всегда должен быть альтернативный сценарий, да, то есть, когда, если не исполняется первое условие, то включается следующий триггер, срабатывает триггер, и мы идем, соответственно, по альтернативному сценарию. В данном случае он и произошел, собственно, в конце недели, уже 20-го числа, мы увидели уход выше максимальных значений, которые были 13-го июля, и, собственно, закрепились выше той красной линии, которая у нас была. Соответственно, тенденция на укрепление, на продолжение тренда получила свое подтверждение. Что это значит для нас, да, что это значит? Теперь ближайшая цель по движению, которую мы видим по этому паре, это локальный максимум, который был в сентябре 2016-го года. То есть, это область 74,95. Давайте ее обозначим зеленым цветом. То есть, теперь после преодоления уже данного уровня пара возвращается к основному тренду, к восходящему, и теперь ближайшая цель движения в область 74,99. Что это значит? Это значит, что на текущий момент наиболее целесообразно рассматривать ситуацию уже непосредственно на покупку по данной паре. И один из вот таких среднесрочных уровней, в котором нам как раз помогает 4-часовой таймфрейм, который мы здесь можем отметить, да, вот отмена данного сценария, отмена, собственно, покупок таких долгосрочных может произойти в том случае, если пара уходит ниже локального минимума, который у нас был в начале июля как раз зафиксирован в области 71,99. То есть мы можем искать локальные уровни в рамках часового таймфрейма, видеть основное направление на недельном таймфрейме, но у нас должны быть такие чекпоинты, по которым мы, собственно, график анализируем и для себя принимаем решения. Если говорить о возобновлении глобальных продаж по данной паре, то здесь я бы взял вот данный уровень и, если говорить о продажах и о следующей возможности движения в область 68, то только после ухода ниже, то есть захода вот в этот диапазон. Пока тенденция на текущий момент остается восходящей. Опять же, с точки зрения риск-менеджмента и входа в данную позицию, уже ориентируясь на локальный тренд, данный часовой таймфрейм, мы видим, что, собственно, в пятницу были обновлены локальные максимумы, тенденция на укрепление, опять же, получила свое подтверждение. Ближайший локальный уровень, который мы можем отметить на дне, находится на минимальных уровнях пятниц. Это область 73,93. Собственно, если пара уходит ниже этого значения, то у нас начинается вновь коррекция, которая может завершиться до уровня, который мы обозначили на четырехчасовом таймфрейме. Соответственно, вот вновь завершение этой коррекции откроет нам возможность для присоединения на покупку. То есть можно входить и сейчас, опять же, на покупку, но мы входим по самым максимальным значениям. Поэтому, если в данном случае произойдет коррекция, то это будет наиболее оптимальным входом на покупку. И ее завершение должно произойти до пробития минимума 11 июля. То есть в данном случае это будет наиболее оптимальный сценарий. Опять же, если входить в сделку по самым максимальным значениям, как мы это видим сейчас, диапазон, цель по движению порядка 80 пунктов, а ближайший уровень стоп-лосс порядка 30 пунктов. В принципе, тоже неплохое соотношение, но опять же, с точки зрения риск-менеджмента, чем выше мы входим на покупку, тем лучше минимизировать риск, потому что эта сделка может реализоваться не сразу, а только после коррекции, например, в рамках 4-часового таймфрейма, тогда уже можно будет входить в эту сделку более интересно. Поэтому здесь можно уменьшать риск и до половины процента, до третьей процента, и тогда быть опять же в этой сделке, но с минимальными рисками для себя. Итак, коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, если у вас есть какие-то вопросы по данным двум парам, которые мы сейчас посмотрели, то, пожалуйста, их напишите, на что-то нужно акцентировать внимание. Я это сделаю. Если пока вопросов нет, мы можем переходить к теме нашего основного вебинара, то есть посмотреть основные валютные пары. Фактически на этих двух парах я объяснил смысл своего подхода. То есть мы анализируем более крупный таймфрейм и выбираем ту ситуацию, по которой наиболее интересно войти в рынок. То есть уже от часового таймфрейма смотрим, где мы находимся сейчас и начинаем двигаться вместе с рынком. То есть в принципе это, на мой взгляд, смысл трейдинга. Найти ситуацию и двигаться вместе с ней. Не нужно стараться поменять тренд. Не нужно стараться поймать самую вершину или самый низ тренда. Безусловно, я понимаю, что это всегда хочется, но это не всегда согласовывается с положительным итогом вашего депозита. Я прекрасно по себе это знаю. Хорошо, если вопросов нет, поставьте, пожалуйста, плюсик. И я перейду уже к основным валютным парам. Я вот вижу вопрос по поводу фундамента. Банк Канады повысил ставки, Банк Японии наоборот. Сегодня вечером 23.50. Заседание комитета, пункт идентичной денежной политики Банка Японии. Я сразу же сориентирую. Я, как правило, осмотрю для себя основные события, которые происходят на рынке. То есть я смотрю, когда они происходят, и если до выхода какого-то события остается, ну оно выйдет сегодня, есть ситуация по ходу в рынок, то я, как правило, дождусь результата, и после этого войду уже в сделку. То есть в зависимости от того, как он будет. Ожидать, что примет Центробанк, или что скажет Джанет Йерлен, довольно-таки... То есть мы не можем это спрогнозировать, то есть что они скажут. То есть скорее всего все сохранится в рамках того тренда, который имеет основное значение. То есть мы сейчас говорим не о пятиминутном тренде, а о тренде, который можно определить на дневном таймфрейме, на недельном таймфрейме. То есть какое-то одно заявление вряд ли сможет существенно поменять тенденцию. Но сразу же от себя скажу, что очень хороший вопрос, и у нас на нашем YouTube-канале мой коллега Фредерик Даниэль, который как раз специализируется на фундаментальном анализе, по понедельникам записывает обзор основных событий на текущую неделю с точки зрения фундаментального анализа. Я сейчас приложу в чат запись на последнюю его как раз обзор, который вы сможете посмотреть после. И по вторникам в 20.30 по Москве проходит его вебинар «Фундаментальный анализ», где как раз Фредерик анализирует уже с позиции фундаментального анализа. Поэтому приглашаю вас на этот вебинар, где Фредерик, я думаю, ответит именно с позиции трейдера, который использует фундаментальный анализ. Потому что я со своей стороны считаю, что лучше адресовать этот вопрос человек, который действительно это практикует, погружается в фундаментальный анализ, его разбирает и на основании этого принимает решение. Я больше это использую именно как какое-то событие, которому нужно принять все меры, чтобы, во-первых, защитить свою сделку. То есть неважно, куда оно пойдет, как вверх, в сторону тренда, против тренда. То есть важно просто помнить об этом событии. А вот Фредерик, он как раз разбирает досконально данную ситуацию. Поэтому приходите на его вебинар. Сейчас сразу же ту ссылку я вам приложу, чтобы вы смогли зарегистрироваться, если этого еще не сделали. И мы перейдем уже к нашим текущим парам и текущим ситуациям. Вот ссылку я написал. Хорошо. Тогда, как всегда, переходим к основным валютным парам. Пара евро-доллар. Например, достаточно активно мы растем. Уже довольно-таки давно. Собственно, начало роста тренда мы отмечаем. Фактически с мая за этот период пара прошла порядка 800 пунктов. Безусловно, с различными остановками, с различными коррекциями. Но, тем не менее, основная тенденция остается на укрепление. И, фактически, сейчас пара евро-доллар, опять же, в рамках более крупного таймфрейма, находится вблизи сопротивления. То есть, вблизи того уровня, который евро-доллар не может преодолеть уже на протяжении практически двух лет. А вот последний раз были здесь в августе 2015 года, а затем в апреле 2016 года. И вот подошли еще раз в июне. И, собственно, стоим там еще раз в июле. Что нам, о чем нам это говорит? Это нам говорит о том, что тенденция по паре евро-доллар в данном случае может действительно поменяться, если нам удастся закрепиться выше отметки максимальной значения в области 1.17. Тогда уже откроется дорога движения на 1.20 и вполне же это на 1.30. То есть, уже восстановление евро по отношению к доллару может произойти. На что здесь важно обратить внимание? Опять же, пара может начать сразу же преодолевать данное значение, то есть, сразу же уйти выше этих уровней, а может это произойти непосредственно с коррекцией. Скажем так, коррекция по данной паре на 300-400 пунктов до тех пор, пока не уйдет ниже отметки 1.11, не поменяет основного тренда, не поменяет основного сценария, но может дать нам возможность присоединиться по более интересной цене. Потому что сейчас достаточно интересная ситуация фактически по всем валютным парам. То есть, мы находимся или на локальном максимуме, или на локальном минимуме. Исключение составляет нефть, индекс DAX, мы о них поговорим чуть позже. Но вот на валютах ослабление американского доллара, оно просматривается довольно-таки очевидно и довольно-таки вероятно. Безусловно, существует коррекция, рынок не может всегда двигаться в одном направлении, а вот завершение этой коррекции, которая может быть по тому или иному активу, как раз может служить интересной точкой для присоединения для нас. Фактически по паре евро-доллар ближайший коррекционный уровень, тот, который у нас обозначен красным цветом, находится на локальных минимумах, которые были в пятницу. То есть, если пара уходит ниже, закрепляется ниже данного уровня, тогда мы можем отслеживать начало коррекции, начало коррекционного движения. Но так как основной тренд, основное направление остается восходящим, то, собственно, завершение как раз вот этой коррекции в рамках часового таймфрайма может для нас послужить интересной точкой для входа. То есть, ее и стоит рассматривать. Опять же, если входить на покупку сейчас, то вероятность начала этой коррекции довольно-таки высока. То есть, опять же, это можно делать, но уменьшать риск до 2-3 раза от ваших стандартных значений. По паре британский фунт, американский доллар. Здесь ситуация немного интереснее. Опять же, если мы посмотрим более крупный таймфрейм, к примеру, дневной, тенденция у нас основная идет на укрепление. Пара стремится в область 1.34. Ну, фактически, когда было решение по Brexit, мы видели как раз это снижение, которое у нас было в том году летом. То есть, достаточно много негатива на пару вылилось, в принципе, на британский фунт. Сейчас, когда фактически, ну, там, мое мнение, начинает разбираться с тем, как происходить, производить выход, да, то есть, какие будут минусы для экономики Великобритании, какие будут плюсы, пара британских фунтов начинает постепенно восстанавливаться. И, собственно, тот негатив, который был заложен в том моменте падения, он начинает отрабатываться. То есть, фактически, сейчас мы видим восстановление по британскому фунту. Ближайшая цель по движению, которую мы можем отметить в рамках дневного таймфрейма, находится в области 1.34.40. Соответственно, туда пара и движется. От текущих цен это порядка 400 пунктов, да, потенциал движения. Так вот, в рамках, опять же, текущего тренда, да, текущего таймфрейма наиболее интересно рассматривать обход по завершению коррекции. Вот на британском фунте сфокусируемся чуть более подробно, потому что как раз вот тут этот элемент коррекции, он и присутствовал. Как это было, да, вот давайте отметим. Собственно, 14 июля мы по паре британский фунт увидели локальный максимум и локальный минимум. Я обозначу одними темными же линиями, чтобы было чуть более понятно. Попытались 18 числа обновить его, но следующей свечой фактически обновили локальный минимум, да, ушли вниз минимальные значения предыдущей торговой сессии. Так вот, в данной ситуации, уход ниже данных значений, говорит нам о начале коррекции. То есть, а для присоединения на покупку для нас важно отследить ту ситуацию, по которой уже коррекция заканчивается, да, и мы можем входить в сделку на покупку. В данном случае уже вот тот локальный максимум, который мы видели на прошлой неделе, то есть в пятницу, нам позволяют этот следить. Кстати, у меня был еще один вопрос, такой технический, по поводу индикатора High Low в приложении Микатрейдер 4 Supreme Edition. То есть, он как раз нам показывает, дает возможность посмотреть локальный максимум, локальный минимум за предыдущую торговую сессию. Надеюсь, что участник, который задал этот вопрос, сейчас присутствует в чате. Я обязательно продублирую ответ на почту, но для всех остальных также скажу, что вот в приложении Supreme Edition есть функция High Low, которая позволяет отобразить уровни, да, то есть, чтобы нам индикатор сам показал, где был максимум, где был минимум. Фактически, в стандартных настройках система показывает их по текущему бару, да, карм-бару. Для того, чтобы поменять на предыдущий бар, мы нажимаем вот в момент того, когда мы отображаем этот график, нажимаем на данную функцию, у нас получается появляет такая стрелочка, я надеюсь, что ее видно сейчас вам, и мы выбираем previous bar, то есть предыдущий бар. Нажимаем ОК, и вот фактически у нас цена сразу же нам показала D1 Low, D1 High. То есть, вот красным это High, а синим это Low. То есть, вот у нас появилась данная функциональная линия. Так вот, одним из таких основных моментов, которые нам могут сказать о начале, как раз восходящего, то есть завершении вот этой коррекции, это то, когда цена уже обновляет максимум предыдущего торгового дня. То есть, фактически, когда уже покупатели становятся сильнее продавцов, то есть, объемы идут уже на покупателей. И в данном случае рассматривать ситуацию на вход, на покупку уже имеет смысл. Вот как раз это мы сейчас и видим. Одним из элементов, как раз основных элементов, которые нам могут в этом подсказать, то есть, как смотреть пробой. То есть, вот мы видим локальный максимум, и если мы говорим о пробое на часовом таймфрейме, то здесь, по крайней мере, одна свеча у нас должна и открыться, и закрыться выше данного уровня. То есть, если у нас уровень, где у меня сейчас перекрестие, это отметка 1.3020, то фактически вот свеча, которая была часовая в 12 часов по терминальному времени, нам этот сигнал дает. То есть, вот после этого мы можем, в принципе, уже планировать сделки на покупку. Куда здесь необходимо убирать уровень стоп-лосс? Пока, в данной ситуации, я бы рассматривал локальный минимум, с которого, в принципе, началась данная коррекция. То есть, минимум, который был 20-го числа. То есть, стоп-лосс имеет смысл убирать именно за него, за этот уровень. Ближайшая цель по движению находится в области 1.3117. Вот если от текущих цен это 90 пунктов потенциал прибыли, уровень стоп-лосс порядка 90 пунктов. То есть, примерно один к одному. Но мы только что с вами говорили, что потенциал этого роста, потенциал этого движения может быть порядка 400 пунктов. И вот здесь, опять же, важно соотносить. То есть, если вы планируете данную сделку в рамках нескольких дней, то и, возможно, нескольких недель, то уровень стоп-лосс, безусловно, должен находиться здесь. Если вы планируете сделки интродэй, то достаточно его убрать, по крайней мере, за минимум пятницу. То есть, за область 1.2952. Теперь давайте, опять же, с точки зрения разбора данной позиции и с точки зрения риск-менеджмента попробуем просто установить данную сделку. Тем более, сейчас ситуация позволяет это сделать. Я напомню, что в приложении от Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition есть функция, которая называется «Мини-терминал». Она находится в разделе «Советники», и прежде чем ее запускать, функция «Автоторговая» должна быть активна. Когда мы ее запускаем, у нас появляется небольшое меню, которое нам дополнительно позволяет провести определенные функции. Давайте спланируем сделку с потенциалом роста в области 34 и со стоп-лоссом в область 1.29. То есть, достаточно хорошее соотношение, примерно 1 к 4. И, собственно, вот как с позиции риск-менеджмента, как с позиции открытия сделки это должно выглядеть. Давайте примем тот факт, что мы в эту сделку сможем заложить риск 1%. 1% от нашего депозита. К примеру, депозит 10 тысяч долларов, то 1% – это 100 долларов. То есть, 100 долларов – это та сумма, которую мы можем перевести на риски в данной позиции. А вот в мини-терминале есть очень полезная функция, которая позволяет рассчитать сразу же объем, в которой можно войти в сделку. Вот здесь есть поле «Лоты». Здесь сейчас стоит значение 1.00. И вот появляется такая подсказка. Если мы наводим курсор, нажимаем кнопку «Контр» на клавиатуре и левой кнопкой мыши, то у нас появляется такое вспомогательное меню, которое позволяет его рассчитать. Вот, кстати, коллеги, напишите, пожалуйста, сейчас. Вот вы сейчас видите перед собой надпись «Рассчитайте размер лота от стоп-лосса». Вот видна ли она? Просто хочу для себя понимать, видите ли вы это окошко диалоговое, которое появляется. Да, отлично, спасибо. И, собственно, здесь мы можем внести то значение уровня стоп-лосс, который мы ставим. Вот померили еще раз, это, к примеру, будет 100 пунктов. Убираем за уровень, то есть на среднее расстояние спреда. Давайте чуть более даже точно его с вами подсчитаем. Средний спред порядка 15 пунктов, то есть уберем его за 45 пунктов от текущей цены. Соответственно, 45 пунктов отмеряем и уже идем сюда. По текущей цене это 96 пунктов, округлим, 96 пунктов. Соответственно, мы выбираем стоп-лосс в пунктах 96 и фиксирован денежный риск 100, то есть 100 долларов. И система нам сразу же посчитала, что в данном случае можем войти объемом 1,1 лота. Можем нажать «Установить лоты» и сразу же это значение у нас появилось в окне терминала. Теперь мы можем нажать «Купить», «Подтвердить». И фактически у нас сразу же установлен уровень стоп-лосс, установлен уровень открытия. И мы можем сразу же поставить, к примеру, уровень Take Profit. Какие еще есть важные моменты? Безусловно, мы с вами только что поговорили о том, что ближайшая цель – это движение в область 1,31. А здесь, к примеру, мы можем закрыть часть позиции. То есть точно так же вы можете это сделать в метатрейдере. У вас появляется, к примеру, открытая позиция и можно закрыть ее часть. То есть выборов объем, ты закрыть, к примеру, 30% для того, чтобы зафиксировать какую-то часть прибыли. А оставшимся уже оставить для движения к максимальным значениям. Соответственно, вот эту сделку также будем отслеживать. Как она будет реализовываться, посмотрим уже на наших следующих вебинарах и на наших следующих обзорах. Австралийский доллар, американский доллар. Здесь ситуация также близка к началу коррекции. Я напомню, что австралиец преодолел все-таки преодолел те максимальные значения, которые мы фактически видели за последний примерно год. То есть очень долго стояли, а вот буквально несколько, ну, на течение последних недель пара смогла их преодолеть все-таки. И теперь ближайшая цель подвижения находится в области 8,147. Сейчас, в рамках, опять же, часового таймфрейма, мы на прошлой неделе стали отслеживать формирование коррекционного движения. То есть вот у нас был локальный минимум 20 июля. 21 пара за ним закрепилась, и фактически вот отсюда у нас идет начало коррекции. Где у нас эта коррекция завершится? Она завершится в том случае, когда пара уже преодолеет локальный максимум, максимальное значение вот того дня, с которого она и началась. То есть это область 79,91. Соответственно, на текущий момент, если говорить о краткосрочных сделках, то пока это приоритет именно продажа. Так как на текущий момент мы по паре австралийский доллар и американский доллар видим начало коррекции. То есть это, собственно, произошло вот здесь именно в пятницу. И если пока говорить о покупках, то о покупках нужно подождать. То есть нужно дождаться. Либо цена уйдет выше данных максимумов, либо уже по завершению коррекции. То есть она может продлиться, опять же, несколько дней, может, несколько недель. И вот когда она уже завершится, тогда вновь входить на покупки по данной паре будет наиболее интересно. То есть точно так же, как мы это отслеживали в начале июля. То есть вот была у нас коррекция, основной тренд также остается восходящий. И вот по завершению этой коррекции пара прошла порядка 370 пунктов. Было роста. Соответственно, эту же ситуацию интересно ждать на рынке. То есть я напомню, что всем трейдерам, всем нам важно выбирать те сделки, которые действительно интересны. То есть не имеет смысла находиться в рынке только потому, что хочется быть в сделке. Откройте сделку на демо-счете, понаблюдайте за той или иной ситуацией. Но торговать нужно те ситуации, которые действительно интересны. И не всегда бывает так, что вот открыв терминал, вы можете сказать, куда сейчас пойдет вверх или вниз. То есть куда, где войти в сделку, куда поставить стоп-клос, куда поставить тейк-профин. Иногда нужно держать в голове тот план, не то что иногда это нужно делать, а реализация которого принесет больший профит, больше результат по вашей сделке. В данном случае по австралийской, по паре австралийский доллар, американский доллар, завершение коррекции будет наиболее интересно. Потому что когда мы войдем по более интересной цене, на покупку по цене наименьшей. Это всегда интересно для покупок. Если мы говорим о продаже, то соответственно по более максимальной цене нам интересно входить. По паре американский доллар, японская иена и паре американский доллар, канадский доллар, на самом деле фактически ничего интересного не происходит. Мы как снижались, так и продолжаем снижаться. Фактически завершение этой коррекции мы стали отслеживать в начале, на второй неделе июля. Примерно 11 числа началось это движение и оно уже прошло порядка 320 пунктов. Тенденция на ослабление американского доллара по отношению к японской иене, к примеру, сейчас мы смотрим, также сохраняется. То есть вот фактически завершилась эта коррекция, которая была там порядка 400-500 пунктов. И уже в рамках более крупного, опять же, интерес вернулся к продажам. То есть на текущий момент эта тенденция и продолжается. Если говорить о локальных коррекционных уровнях, то опять же уход выше максимальных значений, которые были зафиксированы в пятницу, дадут нам возможность по завершению коррекции войти вновь на продажу по данной сделке. Практически то же самое мы видим и по канадцу. Точно так же тенденция поменялась, точнее, до преодоления отметки в области 1.32 данного локального минимума. Мы рассматривали все равно приоритет покупкам. Но после того, как пара ушла уже вниз, закрепилась ниже данного уровня, то уже приоритет ушел продажам. С тех пор цена прошла порядка 700 пунктов, практически без каких-то коррекций. А вот сейчас, посмотрите, где цена остановилась. Почему важно ставить, к примеру, тейк профит по таким среднесрочным, долгосрочным уровням. Потому что сейчас цена остановилась у минимального значения. В последний раз она была здесь год назад, чуть больше. В мае 2016 года. Вероятность начала коррекции от этого уровня крайне велика. Поэтому важно зафиксировать здесь прибыль, выйти из сделки. И дальше уже смотреть, либо входить после пробития этого уровня, либо с коррекцией. Ну, как я уже сказал, с коррекцией входить всегда наиболее интересно. Вернемся к нашим инструментам, не валютам, золото, нефть и индекс DAX. По золоту, что мы видим. По золоту здесь я отмечал локальный минимум. Минимум, который у нас был в марте этого года, в середине. Вот данный уровень, на мой взгляд, по дневному таймфрейму, является наиболее значимым для разворота на продажу. Сейчас, пока мы торгуемся выше по золоту, выше данного уровня, основное направление пока остается, на мой взгляд, на укрепление. Сделяющиеся цели движения в области 1295 долларов за тротикую унцию. Соответственно, в рамках уже более мелкого таймфрейма, в рамках часового таймфрейма тенденция остается на укрепление. И ближайший разворотный уровень в рамках часа, в рамках часового таймфрейма, пока я бы оставлял именно на минимуме, который был 20 июля. Это был четверг. То есть, если входить, например, на покупку, то уровень стоп-лосс, на мой взгляд, разумно ставить именно сюда. Он может быть достаточно большой, но, тем не менее, на прошлой неделе, то есть, в рамках пятницы, здесь практически не было коррекции за этот день. И, фактически, вот такие уровни не столь интересны. Здесь мы видели, во-первых, импульс, мы видели коррекцию, мы видели завершение этой коррекции. Вот поэтому входить в эту позицию наиболее интересно именно по, точнее, уровень стоп-лосс, но и отслеживать разворотный уровень именно по минимуму, который был 20 июля, отметка 1235 долларов за тройскую унцию. Ну и нефть марки Brent. По нефти марки Brent мы, собственно, видели в пятницу ситуацию того, что, давайте посмотрим сначала более крупный таймфрейм. Основное направление пока остается на снижение по данной паре и, по данному активу, прошу прощения, и, собственно, сделки на продажу пока будут в приоритете. По крайней мере, до тех пор, пока не вторгуются выше отметки 54.46. Уже вот после этого уровня полноценные продажи можно использовать. Как я уже сказал, то есть, можно входить и контртрендово, но лучше уменьшать риск. То есть, входить чуть меньшим объемом. В рамках часового таймфрейма мы видим, что в пятницу цена преодолела минимальные значения, которые были в четверг, закрепились ниже этих уровней. И, фактически, пока мы будем торговаться в рамках часового таймфрейма выше, то есть, ниже максимальные значения, которые были в пятницу, то есть, отметки 49.55, приоритет продаж, он остается. Ближайшая цель по движению в рамках часового таймфрейма находится в области минимальных значений 10 июля. То есть, вот сейчас я обозначу зеленым цветом тот диапазон движений, который был. Безусловно, тренды меняются, ситуации меняются на рынке, и нужно быть готовым ко всему. Но пока, на текущий момент, по данному активу основное направление остается неисходящее. То есть, меняться оно будет точно постепенно. Сначала пара уйдет выше данного уровня, и затем уже мы можем отслеживать ситуацию изменения 54. Вот если бы говорить о том, что уход выше отметки 50 до 0.8, вот тех локальных максимум, которые были, то фактически мы здесь попадаем в диапазон покупок, который также можно рассматривать. Возможно, это приведет уже к изменению тренда на укрепление нефти в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Но сейчас вероятность коррекции, вероятность снижения, она также остается. Ну вот, кстати, Фредерик делает специальный акцент на сырьевые активы, то есть на нефть, и в своих вебинарах по фундаментальному анализу рассказывает о том, что влияет на нефть, какие факторы. У нас даже есть на нашем YouTube-канале отдельное видео, которое посвящено нефти. Найдите эту запись, она была не так давно, буквально несколько недель назад. И вот там как раз он рассказывает о том, на какие факторы нужно обращать внимание с точки зрения фундаментального анализа, чтобы понимать, почему нефть растет или почему она падает. То есть для тех трейдеров, кто концентрируется на этом инструменте, это видео будет очень полезно. Ну и индекс DAX довольно-таки интересный инструмент, очень волатильный, очень хорошие тренды показывал. Что сейчас, на что важно обращать внимание по индексу DAX? Фактически в июне этого года мы видели исторический максимум. Значение индекс DAX доходил до отметки 12967, примерно чуть меньше. И, собственно, если мы откроем месячный таймфрейм, то мы увидим, что близко мы здесь были 2 года назад, полтора года назад. И после данных максимумов индекс ушел в коррекцию, примерно 30% была эта коррекция. Вероятность данного коррекционного движения вблизи локальных максимумов, она также остается. И вот по индексу DAX важно отслеживать среднесрочные значения. Вот в рамках 4-часового таймфрейма. Здесь я бы отметил локальный максимум, который у нас был 17 июля. Обозначим его красным цветом. То есть это среднесрочный уровень. Фактически предыдущий у нас находится вот здесь. И если говорить о продолжении роста, то есть таком среднесрочном, то индексу DAX нужно закрепиться выше данного уровня. А в рамках часового таймфрейма мы в пятницу также видели уход ниже минимумов, которые были 20 июля, то есть в четверг. Ну и, собственно, импульс на снижение продолжился. Продолжился, преодолели уровень поддержки в области 12 313. Это все так же было в пятницу. Ну это было уже закономерно после обновления данного минимума. И, соответственно, следующий импульс на нисходящее движение у нас продолжился. Но вот здесь наиболее интересно смотреть 4-часовой таймфрейм, ну и даже дневной. То есть с такой позиции. Сейчас мы видим начало данного коррекционного движения. Сколько оно продлится? То есть оно может продлиться в год по данному активу, пока мы еще не знаем. Также можно рассматривать ситуацию на продажу по данному инструменту. Но, опять же, это идет контртрендово, поэтому старайтесь уменьшать риск. А вот в тот момент, когда индекс DAX начнет уже восстанавливаться в сторону основного тренда, тогда уже можно будет входить в тем объем, который для вас является максимально допустимым. Итак, коллеги, по всем основным вопросам, которые я хотел сегодня рассказать, я рассказал. Если у вас они, я имею в виду, вопросы остались или появились, пожалуйста, напишите в чат, и мы в оставшиеся несколько минут их с вами вместе разберем. Пока вы пишете ваши вопросы, я еще скажу о том, что на прошлой неделе у нас проходил вебинар, также совместно мы проводили с Фредериком Даниэлем, который рассказывал о подходе, который называется парный трейдинг, когда смысл торговли заключается в том, когда вы отслеживаете два инструмента, которые имеют фактически смежное направление, то есть как, к примеру, нефтьбренд и VTI, то есть они в большинстве случаев входят однонаправленно. И данная стратегия признана, призывает к тому, чтобы искать как раз те моменты несоответствия, которые появляются и работают уже на этом. Фактически тут уже не важно, куда движется тренд, то есть вниз он движется или наверх движется, это не важно, важно искать эти расхождения. Также это возможно сделать по ряду компаний, то есть компаний, например, банковского сектора, которые также вы можете торговать в метатрейдере. И вот тот вебинар, который проходил, сейчас я на него тоже ссылку добавлю, чтобы вы его смогли посмотреть, если планировали посетить, но у вас не получилось, это в любом случае будет также интересно. И Фредерик запускает курс обучения данному подходу парному трейдингу для участия в данном курсе, то есть необходимо это наличие реального счета в Admiral Markets и пополнение на сумму от 200 долларов. Все условия, они написаны, то есть в принципе, если вам интересен данный подход, посмотрите вебинар, если какие-то вопросы возникнут, можете написать, например, мне на почту romano.isakov.com, я ее сейчас напишу, и на все вопросы я вам также отдельно смогу ответить. То есть вот там уже будет обучение непосредственно к конкретному подходу, к конкретной системе, с набором практик и наполнительными консультациями от Фредерика непосредственно по его торговой системе, по его подходу к трейдингу. Фредерик торгует уже более, чуть меньше, 20 лет, порядка 18, и уже перепробовал большое количество торговых систем, рынков, и вот одна из тех подходов, которые он использует, это в том числе парный трейдинг. То есть, собственно, этим он и будет делиться на данном курсе. Безусловно, в рамках вебинара можно только рассказать какие-то основные моменты, но если вам необходима практика, необходима поддержка наставника, то вот данный курс как раз и является хорошей возможностью получить практически готовую торговую систему и ее применять уже на реальном рынке. Поэтому посмотрите вебинар, если у вас возникнут вопросы, то также можете их адресовать мне, а я вам помогу в них разобраться. Дмитрий задает вопрос. Вы приглашали трейдера и был вебинар на тему полного анализ. Будет ли связан с объемами когда-нибудь? Дмитрий, уточните, вы имеете в виду вебинар именно по объемам? Я правильно вас понимаю? Да, это безусловно в планах есть. И сейчас мы тоже планируем интегрировать тот индикатор объемов, который берет, к примеру, информацию с Чикагской биржей, постараться с нашими разработчиками интегрировать непосредственно в Netatrader. И к этому мы также приурочим определенное обучение, пригласим экспертов, чтобы это можно было сделать. То есть я больше за комплексный подход, потому что если вы можете смотреть корреляцию инструмента, например, с помощью Metatrader 4 Supreme Edition, то есть большинство функций, которые вам нужны для торговли по парному трейдингу, они уже, ну, фактически есть, да, в Metatrader вам нужно использовать. То есть если торговать объемами, ну, использовать их как основополагающую торговую систему, то это должен быть комплексный подход. То есть это должен быть набор индикаторов, который вы сразу же сможете запустить. Это описание торговой системы. То есть здесь мы, это в планах стоит, мы обязательно подготовим данный материал, но хотим подойти к этому несколько комплексно. Хорошо, коллеги, вот пока не вижу вопросов по нашему текущему вебинару. Давайте поставим по традиции так, поставьте, пожалуйста, плюсик, да, если все понятно, вопросов нет. Я, как всегда, буду ожидать свои вопросы, точнее, ваши вопросы на своей почте. Почту я вот чуть выше написал, вы можете ее скопировать, можете себе сохранить и по любому практически вопросу, который появляется по взаимодействию с Admiral Markets, по данному вебинару, пишите мне, и я со своей стороны вам постараюсь помочь всем, чем смогу. Хорошо, коллеги, тогда, если вопросов нет, будем прощаться уже до нашей следующей недели, где мы встретимся на этом вебинаре. Ну и также мы с вами увидимся на наших ежедневных видео-авзорах, которые вы можете найти на YouTube-канале, и будем смотреть рынок, анализировать и искать интересные ситуации. Всем желаю системного трейдинга, потому что, считаю, если он будет системным, то и будет успешным от себя, от всей команды Admiral Markets. Стараемся сделать так, чтобы это дать вам ту информацию, которая поможет вам оптимизировать вашу торговлю и дать возможность и быть максимально эффективной. Всем спасибо, хорошего вечера, хорошей торговой недели и увидимся через неделю. Всем спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok